Основной целью нашего собрания сегодня является то, чтобы Open Labs, который создан в Казанском университете, собрались сегодня вместе, рассказали друг другу о своих проектах. И я думаю, что это очень важный инструмент для того, чтобы нам знать друг о друге получше. И из этого, я думаю, вырастут интересные совместные проекты. Я бы хотел передать слово об открытии приветствия заместителю директора по науке нашего института биологии и медицины Рожа Цкандеровича. Уважаемые гости, дорогие коллеги, сегодня один из самых молодых институтов Казанского федерального университета, но при этом самые динамично развивающиеся и лидирующие позиции в нашем университете, институт фундаментальной медицины и биологии, начинают очередную международную конференцию. В первую очередь, мне хотелось бы поблагодарить за участие в этой конференции наших европейских гостей господина Фальватора Янота, госпожу Лаура Постарений, господина Виктора Ерохина, госпожу Светлану Ерохину, которые приехали к нам из Италии, чтобы принять участие. Будут сегодня выступления их на следующих секционных заседаниях. А также тех гостей, которые приехали из других городов Российской Федерации. И я думаю, что вот этот узкий формат международной конференции, тогда, когда обмениваются мнениями, сообщают о чем-то новом, он проводится не большим количеством народов, а большим количеством высоких профессионалов в данной области. И считаю совершенно естественным и необходимым то, что конференцию будет открывать, и первый доклад будет от одного из ведущих специалистов в области нейробиологии, вне всякого сомнения занимающий лидирующей позиции в области нейробиологии не только у нас в университете, в городе, но и в России, ученого с мировым именем, выпускника Казанской школы, профессора Хазитову Стенна Реванцев. Прошу вас. Спасибо. Порядок, спасибо. Порядок, спасибо. Надо обрадовать на наших гостях из Италии. Спасибо. Порядок, 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 спасибо. по проекту НЕЕРОМ. В основе ее лежит, так сказать, фундаментом этой опен-нейробиологии является лаборатория нейробиологии, которая была создана при поддержке мегагранта правительством Российской Федерации. И, значит, основными темами исследований являются исследования на моделях животных, это в основном мыши и крысы. И в этой лаборатории исследуются проблемы нейробиологии развития, функционирования нейрональных сетей, проблем синаптической передачи в нейрональных сетях центральной нервной системы, функций ионных каналов. И в качестве объектов исследований мы используем различные сенсорные системы, в первую очередь сама сенсорную систему, а также энтеринально-гипокомпальную систему. Помимо фундаментальных исследований у нас также ведутся прикладные исследования, которые посвящены исследованию патофизиологии таких заболеваний, как ишемия головного мозга, эпилепсия, травматические последствия, механизмы боли и апоптоза. Параллельно с исследованиями, которые ведутся на животных моделях, у нас в сотрудничестве с сотрудниками госпиталя не Керва, Франция, а на Канинской, ее коллегами ведутся исследования по анализу электроэнцефалограммы у недоношенных новорожденных детей. И вот важно то, что те результаты, которые мы получаем на модели животных, мы потом пытаемся транслировать на электроэнцефалограмму, на функцию нервной системы у детей, причем детей пренатального возраста, то есть еще не достигших срока, нормального гистерационного срока. Эта информация дает также очень интересную информацию о том, каким образом функционирует мозг плода и нутра. На базе нашей лаборатории была создана интернациональная лаборатория, потому что довольно много сотрудников, которые работают в лаборатории нейробиологии, являются выходцами из Марсельского института среди земноморья, с которым у нас создана интернационально ассоциированная лаборатория, которая поддерживается инсервом и позволяет нам некоторых сотрудников иномиедах, в частности, Ильгаму Халилову и Марату Медлебаеву приезжать и работать в нашей лаборатории в Казани. Затем, когда начался проект по повышению конкурентоспособности, мы расширились и создали OpenLab, в который входят во-первых, руководители групп, которые уже исторически ведут исследования в Казанском федеральном университете, это профессор Сидикова и профессор Хагил Адебч Гайнутдинов. Они исследуют проблемы синаптической пластичности, а также процессы влияния газомедиаторов на возбудимость. А также нами были приглашены ученые, в частности, Марат и Ильгам, о которых я уже вам говорил, также Андрей Розов из университета Гильдерберга, который присутствует сегодня с нами, и Рашид Аскадович Лениатуллин из университета Копи. Они, соответственно, занимаются, Андрей занимается проблемами синаптической пластичности на моделях животных, на срезах мозга. Он инсталлировал уникальную для Российской Федерации систему по двойной регистрации нейронов, то есть регистрации синаптических связей между двумя нейронами в срезах мозга, используя двойной почклан регистрацию. А Рашид Аскадович Лениатуллин основной темой имеет процессы боли и мигрени. Вот слайд, который я, кстати, рекомендовал показать всем последующим, ну, или хотя бы дать информацию, значит, что нам удалось достичь формально в течение 2015 года. Значит, на сегодняшний день, на 25 сентября, то есть осталось еще 3 месяца небольшим, у нас, нам было заявлено 25 публикаций, мы должны были в журналах, которые индексируются в Web of Science, фактически у нас исполнено 20, то есть мы находимся на 80%. Я надеюсь, что за оставшиеся 3 месяца мы это упущенное нагоним. Со скопусом, в принципе, ситуация чуть получше, и по инфаркт-фактору у нас исполнение идет на уровне 76%. В виде грантов было привлечено чуть больше, чем было заявлено, 13,8 миллионов рублей. Теперь хочется перейти к науке. Вот, и я бы хотел, как вы видите, наша опыт лаб довольно большая, и в ней много групп. Я пользуюсь такой возможностью, хотел бы представить два проекта, которые мы развиваем в лаборатории нейробиологии, нейробиологии развития. Значит, и вот одна из целей, которую мы ставим перед собой, это понять то, каким образом в процессе развития формируются очень комплексные нейрональные сети в нашем мозге, и, другим словом, каким образом вот это количество нейронов, здесь в 12-й степени нейронов, формирует специфические синаптические связи друг с другом, для того, чтобы сформировать наш мыслящий, думающий мозг. В значительной степени этот процесс в определенной степени закодирован в наших генах, в генах, которые определяют то, каким образом происходит миграция нейронов, куда-то растают аксональные отростки, и существуют различные сигнальные молекулы, которые обеспечивают процесс прорастания анатомического формирования сенсорных и ассоциативных сетей в центральной нервной системе. Но наряду с этими генетическими механизмами активность, которая экспрессируется на ранних этапах развития, играет не менее важную роль в формировании нашего мозга. То, каким образом активность участвует в формировании нейрональных сетей, является, в общем-то, одной из центральных задач наших исследований. В особенности важную роль играют ранние патерны активности во время так называемых критических периодов развития, то есть тех периодов, которые, как правило, происходят на самых ранних этапах развития, во время которых активность критически влияет на нервные сети. Вы прекрасно знаете пример Конорда Лоренца с его маленькими утятками, которые следуют за ним. Это пример филиального импринтинга, семейного импринтинга. То есть эти птенцы родились, вылупились, и первым объектом движущимся, который они видели, был Конорда Лоренц, которого они впоследствии стали воспринимать как своего родителя. В реальности они воспринимают родителям его сапоги, потому что любой человек, который одевается сапоги, становится мамой или папой для них. Мы исследуем похожие процессы, но на клеточном и синаптическом уровне в различных районах нервной системы. И в частности, мы исследуем то, каким образом происходит формирование кортикальных карт в самоценсорной коре головного мозга на тех сроках развития, которые соответствуют пренатальным. То есть мы знаем, что у человека формирование карт происходит во время второй половины беременности и к рождению у человека эта карта довольно неплохо сформирована. И вот с одной стороны, я вам говорил о том, что активность принимает очень важную роль в формировании этих карт, но в то же время человеческий детеныш растет в условиях инутра, в условиях практически полной сенсорной депривации. Это касается, в первую очередь, депривации самоценсорной, депривации зрительной и в определенной степени аудиторной депривации. И несмотря на это, его органы развиваются очень неплохо, и в результате наших исследований мы показали, что механизмом для активации самоценсорной, зрительной и аудиторной коры на этих этапах развития являются спонтанные паттерны активности, которые экспрессируются в сенсорной периферии, в сетчатке в случае зрительной системы, или же сенсорного фидбэка, который активируется во время меоклонических подергиваний у животных. И что интересно, это то, что у животных, типа крыс или мышей, те периоды, которые проходят у человека во время гестационного периода, во время второй половины беременности, те же самые периоды развития мы имеем у крыс во время первых двух недель после рождения. И, грубо говоря, крысенок, который родился, он соответствует примерно по середине беременности у человека, по уровню развития его нервной системы. В то же время, если мы сравниваем уровень развития нервной системы у человека во время срока, когда он положен родиться нормально, то этот период соответствует примерно двухнедельному крысенку. В этот момент происходит только на тринадцатый день после рождения открываются глазки и зрительный анализатор начинает работать, например, так же, как у человека во время рождения. Это делает, конечно же, крысят очень привлекательную модель для исследования физиологии и патофизиологии процессов, которые происходят у человека пренатально. Вот я бы хотел показать вам пример того, так вот здесь нужно сделать клик. Можно прям еще раз, да? Вот вы сейчас видите очень короткое видео того, как ведет себя крысенок шести дней от роду. Обратите внимание, что глазки у него еще закрыты, уши закрыты, он не слышит и не видит ничего. А с поведенческой точки зрения он... Нет, все-таки надо нажать, наверное, на две пяти. Он производит так называемые физиологические миоклонии. Это спонтанные движения, которые генерируются на уровне спинного мозга и запускают подергивание конечностей. Вы видите, подергиваются ручки, ножки. Иногда это принимает форму группового подергивания, которое называется стартлом. И вот эти движения происходят в состоянии так называемого активного сна. Это доминирующее поведенческое состояние крысенка. И за один день крысенок совершает около 100 тысяч таких мелких подергиваний. Точно такой же феномен существует и у человека. И нутро те, у кого были дети, в особенности мамы, наверное, чувствуют, что ребенок постоянно пинается и что-то с ним подергивается постоянно. И вот мы считаем, что эти подергивания являются важным инструментом для того, чтобы развивалась сама сенсорная и сенсоримоторная нервная система. Я бы хотел показать проект, который я выделяю среди прочих, потому что он сделал на 100% в Казани, что очень важно. Мне кажется, это очень существенно для всех наших OpenLab, чтобы проекты, которые мы развиваем, развивались на базе Казанской для того, чтобы мы создавали нечто научное, еще помимо этого смогли оставить какой-то материальный и человеческий задел в Казанском университете. Так вот, вот этот проект, он сделан на 100% в Казани сотрудниками Казанского университета. И вот в этом проекте мы задались вопросом о том, каким образом окружающая крысенка-среда как искусственная, так и натуральная, мы стараемся приблизить к наиболее натуральным условиям, влияет на активность активность в самоценсорной коре у новорожденных крыс. Вот здесь представлена фотография, которую делала Динара Ахмедшина, на которой изображен сетап, который мы используем. Мы используем регистрацию от крысят, с прикрепленной, голова зафиксирована, все это делается, естественно, под наркозом, крысяды не чувствуют боли. При этом в кору введен микроэлектрод, который представляет из себя 16-канальную силиконовую пробу, которая вводится перпендикулярно к поверхности коры для того, чтобы регистрировать интеркортикальные локальные потенциалы, что-то вроде электроэнцефалограммы, но интеркортикальные, и плюс к этому регистрировать потенциалы действия одиночных нейронов. Вот так вот выглядит примерно корсионок время от времени его кормят, вот в данный момент его кормят молоком, почему вы видите, что крысяцы себя чувствуют совершенно замечательно, а для нас это очень удобно, потому что это позволяет нам проводить вот эти регистрации, не боясь за то, что наши электроды сломаются или переместятся из одного участка мозга в другой. В общем, им нравится находиться в наших экспериментальных установках. вот и той системы, которая была исследована в этой работе, была вискер-баррелл-система. Это та система, которая отвечает за анализ информации, которая приходит в кору головного мозга от так называемых вискеров или вибриз. Это большие усы, располагающиеся на мордочке у крысенка, каждый из которых представлен определенным кортикальным модулем, который называется баррел-колонкой, рачончатой колонкой в баррел-кортексе. Каждая из этих колонок имеет в диаметре около 200-300 микрометров и в ней содержится около 10 тысяч нейронов. То, что мы пытались посмотреть, это то, каким образом подергивание и движение на уровне усов во время неонатального периода у крысят, каким образом эти движения ассоциируются с какой-либо активностью в коре головного мозга. Сейчас вы видите видео, на котором записаны усики, которые покрашены флюоресцентным маркером. Красным кружочком квадратиком обведен тот усик, который является принципиальным по отношению к электроду. Сложно говорю. Мы одновременно записываем активность движения усов с помощью видеорегистрации и в то же время пишем активность из баррел-колонки вот этого уса. И электроэнцефалограмма в четвертом слое представлена вот на этом трейсе. Также вы видите здесь маленькие палочки, каждый из которых обозначает потенциал действия нейронов. А нижний трейс это кинематограмма движения уса. Если можно, нажимай, пожалуйста. А, нет, работает. Спайки закодированы также маленькими щелчками, которые вы видите на аудиофайле. вы обращайте внимание на то, что активность в коре очень прерывистая, в ней возникают вспышки, которые ассоциируются с спайкованием нейронов. Эти вспышки довольно неплохо коррелируют с движениями усов. надо сказать, что вот этот род данных довольно нетривиальный для анализа. И Азад Насердинов провел, я думаю, что уже, наверное, года два анализируя эти данные. И вот, что получилось. Получилось, что если мы смотрим на подергивание усов, то мы видим, что вслед за этим подергиванием происходит активация в коре. Причем мы видим так называемые симки в четвертом слое коры, куда приходят таламические входы в кору. И мы видим красным цветом обозначенный потенциал действия нейронов. Таким образом, подергивание усов запускает вспышки активности. Однако, если мы на ходу уса во время его движения расположим некий внешний объект для того, чтобы имитировать контакт со внешним объектом во время движения уса, что происходит, естественно, в натуральных условиях, то мы наблюдаем, что в случае, если это движение сопровождается контактом, то в этом случае активность, выраженная вот здесь плотностью потенциала действия намного мощнее, а также намного мощнее мощность интеркартикального сигнала. То есть, получается так, что движения могут запускать вспышки активности в коре, однако, если эти движения сопровождаются прикосновением к внешнему объекту, то это является гораздо более эффективным триггером критикальных бёрстов. Другим объектом, который в натуральных условиях может являться компонентом окружающей среды для крысёнка, являются, конечно же, его братья, его мама. Динара провела немало дней, исследуя поведение крысят в клетке, она обнаружила, что 95% времени крысята находятся в тесном контакте друг с другом или со своей мамой. И при этом, естественно, все их движения сопровождаются либо прикосновениями к брату, в данном случае мы их называем пациентами, это тот крысёнок, который мы регистрируем, а вот здесь мы расположили рядышком братика этого крысёнка, для того, чтобы имитировать то состояние, естественно, в котором находятся крысята в своей клетке. И оказалось, что в тот момент, когда происходит физиологическое подёргивание, теперь уже не усов, а всего крысёнка, он прикасается щёчкой к своему брату, и точно так же брат во время своих подёргиваний вызывает стимуляцию вискерпада, то есть усиков у нашего пациента, которого мы регистрируем. И оба типа этих движений являются очень эффективными для того, чтобы запускать вспышки активности в самооцензорной коре. Здесь показаны результаты, я не буду очень глубоко рассказывать об этом, но здесь представлены уровни активности в самооцензорной коре, в различных условиях. Значит, вот это условие, натуральные условия, там, где крысёнок находится в состоянии контакта со своим братиком, вы увидите, что в этих условиях активность примерно в два раза больше, чем в условиях, когда крысёнок соприкасается с пассивным объектом, что тоже происходит в натуральных условиях. Если мы убираем внешние объекты и братика, то мы видим вот такой уровень активности, он существенно ниже. И если мы полностью диаферентируем наш кортекс с помощью перерезания инфраорбитального нерва, то уровень активности снижается примерно на 20%. То есть видно, насколько окружающая среда в виде пассивных объектов и в виде активных объектов, в виде братика в данном случае, а также и по всей видимости видим мамы, которая постоянно ухаживает с детьми, насколько это сильно влияет на уровень активности в коре. Напомню, что этот период является критическим периодом в развитии самоцензорной системы. И мы считаем, что вот такого рода прикосновения активные и пассивные вносят вклад в развитие нервной системы со всеми последующими пожеланиями для мам, которые и пап, которые воспитывают своих детей. Детей надо ласкать, трогать и нянчить побольше. Вот такой простой вывод мы за это делаем. Второй проект, о котором я бы хотел рассказать, это проект, который посвящен такому трансляционному что ли вопросу, вопросу о том, что лежит в основе так называемого фидального алкогольного синдрома. Не скрою, это большая проблема для нашего общества, то, что кое-где у нас порой встречаются дети, которые родились у мам, которые были экспозированы к алкоголю во время беременности. И у этих детей диагностируется фитальный алкогольный синдром. Или же различные варианты его, более мягкие. Практически во всех случаях мы имеем дело с неврологическими или поведенческими нарушениями. И вот этот проект, он был посвящен исследованию того, каким образом алкоголь при его экспозиции во время раннего постнатального развития у крысят, что, еще раз напомню, соответствует состоянию плода у человека, каким образом это приводит, что может лежать в основе повреждающего действия танова. Этот проект сделан, у меня такая отметка появилась, 80% в Казани. То есть, электрофизиологическая часть сделана в Казани. И часть иммуногистохимии. Вот здесь вы видите примеры срезов кортекса крысят на различных возрастах. Первый постнатальный день, четвертый, седьмой и четырнадцатый. Каждому из них был введен этанол в дозе довольно большой, 6 грамм на килограмм. Скажем, это такая доза, которая является половиной от летальной для этих крысят. Они входят в кому. Но что интересно, если мы берем 10 часов спустя этих крысят, фиксируем их мозг, режем срезы и окрашиваем эти срезы с помощью антител активированной Каспази, который является ферментом, активирующимся во время апоптозы, то есть запрограммированной клеточной смерти, то мы наблюдаем удивительную вещь. Существует период, он находится где-то между Т4 и П9, во время которого этанол оказывает губительное действие. То есть вы видите трепки, которые покрашены в черном цвете, они показаны, которые окрашены антителами Каспази-3, они максимально экспрессируются на возрастах П4 и пик достигается на уровне 7 дней. На возрасте П1 и на возрасте П14 мы видим лишь единичные нейроны, которые погибают. Если сделать квантификацию на большом количестве животных по количеству нейронов, которые погибают после аппликации алкоголя, мы видим такую колоколообразную Bell-shaped curve с пиком, который находится примерно на возрасте 7 дней. То есть есть возрастная очень четкая зависимость в аппатических действиях алкоголя. Причем она довольно сильно отличается для, если мы возьмем например клетки пятого слоя, то они погибают чуть раньше, чем клетки второго, третьего слоя. как бы не хотелось на этом заострять внимание, но вот здесь вы видите примеры клеток пятого слоя и второго слоя, которые окрашены красным цветом каспазой-3 антителами, и в синем цвете вы видите ядра нейронов, то есть это дапи, покраска дапи для ДНК. Вот вы видите нормальное ядро нормальной клетки, а вот эта клетка, у которой произошла активация каспазы, вы видите, что ядро сконденсировалось в аптопататические тельца. То же самое можно сказать вот и про эту клетку, и вот про эту клетку. Вы видите, какой массивный апоптос происходит и во втором тоже слое, причем есть клетки, которые не покажут каспазного сигнала, а лишь аптопатические тела, по-видимому, эти клетки уже прошли апоптос, мы постарались немножко посмотреть прогрессию окраски каспазы и разрушением хроматина, и вот примерно такой сценарий у нас появился, что каспазы реактивируются сравнительно рано, ядро еще не повреждено, таких нейронов мы находим немало, надо сказать, которые находятся на ранней статах апоптоза, но затем, что мы видим, что на тех же срезах мы видим различные вариации окраски каспазы и хроматина с неизбежным формированием апоптосических тел, вплоть до того, что происходит деградация каспазного сигнала, то есть происходит разрушение клеток и каспаза уходит из цитоплазмы через огромные дыры в мембране и в результате остаются лишь ядра, которые сконденсированы в аптечке, то есть вот таким образом происходит собственно говоря запрограммированная смерть, которая была простимулирована алкоголем. В контрольных срезах мы видим единичные клетки, которые показывают такие следы апоптоза. Другим интересным наблюдением было то, что каспазные нейроны, которые подвергаются апоптозу, проявляют очень серьезное нарушение на уровне дендритов. Здесь вы видите формирование варикозитей, варикоза дендритов и утончения дендритов. Все это является симптомами клеточной смерти. Каким образом алкоголь вызывает индукцию апоптоза? Мы знаем что алкоголь является мощным потенциатором гамм-рецепторов тормозных гамм-рецепторов и является блокатором НМДА-рецепторов глютамата. Эта комбинация двух эффектов опосредует влияние алкоголя на наш мозг. В то же время считается, что стимуляция ингибирования и подавление возбуждения должно проводить к уменьшению активности. Известно, что апоптоз является процессом, который сильно зависит от активности. Анализ активности в баралкуртусе у крысят во время критического периода чувствительности к апоптозу здесь показаны данные, наученные на 5-дневном крысенке. Вот активность в контроле и активность после введения этанола. Мы видим практически полное подавление активности коры головного мозга у этого 5-дневного крысенка. В то же время если мы возьмем взрослого взрослую крысу 23-дневную в данном случае мы видим, что здесь тоже происходит изменение в активности, но мы не видим полного подавления активности. Мы видим, что активность урежается, она трансформируется в так называемый дельта-волновой сон с переходом из апп в даун стейты. Это то, что характерно для глубокого сна, четвертой фазы сна у человека. То есть человек спит во время комы алкоголь например, то же самое наблюдается. И сравнивая зависимость апоптоза и подавление активности от возраста, мы видим, что существует довольно хорошее перекрывание, что во время критического периода, когда алкоголь оказывает свои нейропатические эффекты, активность мозга очень сильно подавляется с алкоголем. И то же самое мы видим по очень мощной корреляции в дозе зависимости апоптоза и подавление активности у крысят. И вот на этом я хотел бы закончить свои доклады, потому что у меня уже время исчезло. И я хочу поблагодарить вот здесь к сожалению не все представлены игроки нашей казанской команды, но я хочу поблагодарить за огромный вклад в эту работу и поблагодарить вас за ваше внимание. Спасибо. Да, кстати, вот здесь вот этот человек является членом нашей лаборатории. Это профессор Бужаки из Нью-Йоркского университета, который в прошлом году приезжал к нам в гости. Если есть вопросы, то у нас есть время для наверное где-то двух-трех вопросов не больше. Александр Иванович, у меня два вопроса. Один касается действия этанола. То есть вы рассказали о партозе и подавлении активности мозга в седьмом дне максимально. А как взрослых упомянули, что трехдневная крыса, если это перенести на людей, то как все эти процессы могут быть реальны для взрослых людей. Для нашей страны это актуально. Да. Вот вы знаете, значит, я был очень удивлен, когда мы делали очень массивные инъекции алкоголя у взрослых крыс, и где мы не обнаружили вообще ни одного апоптотического нейрона, за исключением астроцитов и олигодендроцитов, которые, надо сказать, обладают способностью к размножению, нейроны не делятся больше в своей части, а глиальные клетки делятся. Мне кажется, что апоптотические эффекты, они связаны с определенным возрастом клетки, и этот возраст, он находится где-то на раннем этапе дифференциации, причем это окошко занимает буквально несколько дней. Если произошла экспозиция алкоголя в течение этого маленького окошка времени, именно эта маленькая селективная популяция будет подвержена к губительному действию алкоголя. Мы видим это на примере гиппокампа у мышей, в частности, где мы видим во время определенных дней поражение определенных популяций. Когда мы говорим про П1, мы видим очень древние нейроны, те, которые родились рано, среди них есть нейроны очень большое количество, которые даже превышают количество возбуждающих нейронов. То есть возраст критичен. Дальше если мы подумаем, есть ли какие-то клетки, которые находятся на ранних этапах дифференциации в мозге взрослого животного, это я уже сказал гриальные клетки, которые действительно показывают апоптос, то есть в белом веществе мы видим немало нейронов, которые уходят в апоптотическое путешествие. И что еще интересно, это то, что скажем у крыс, таких адолесцентных крыс, мы видим гибель маленьких нейронов, которые, как мы считаем, являются поздно родившимися интернейронами, что приведет к дефициту торможения. третий популяция, которая страдает, это популяция, есть такая зона мозга, называется фасша дентата, зубчатая фасция, это одна из структур гипокомпальной формации, которая отвечает за пространственную память и обучение. В этой области у крыс происходит нейрогенез, формируются новые клетки, и мы видим совершенно четко, что у взрослых животных мы видим клетки, которые уходят в апоптос именно во внешней части зубчатой фасции, там, где идет как раз нейрогенез. Насколько у человека происходит нейрогенез в зубчатой фасции, неизвестно, то есть данные противоречивы. И мне кажется, что у взрослых людей эффекты алкоголя связаны не с гибелью нейронов, если только это какие-то смертельные дозы были употреблены, или же какие-то очень хорошие примеси были в этом алкоголе. Это скорее связано с эффектами, которые вызывают долговременные перестройки. Мы знаем, что экспозиция, например, к веществам, которые потенцируют габарецепторы, приведут к уменьшению в экспрессии и уменьшению функции гамокергических рецепторов. Например, у человека, который длительное время применял алкоголь, возникает синдром отмены, мы знаем, это Русаковский психоз и так далее. Один из прямых объяснений является то, что произошла даунрегуляция тормозных систем, и на выходе хронического интоксикации вот этот дефицит выявляется. То есть, по-видимому, все-таки Жванецкий неправ, говоря, что алкоголь малых дозах безвреден на любых количествах. возможно. Второй вопрос, Александр. Пожалуйста. Вот, хотя это касается, конечно, не развивающегося мозга, и ваши данные как бы они говорят о развитии нормального мозга, но вместе с тем есть же люди, которые, у которых нет барьеров между прошлым и будущим. Ну, этого, известный Эдгар Кейси, который в позапрошлом веке получил удар бейсбольной битой в основании черепа. После этого у него произошло что-то, что потом позволило ему предсказывать будущее. Ванга, например, смерч поднял ее на километр, пронес. Это тоже в том же возрасте. И у них не было барьеров между прошлым и будущим. наши старцы, например, православные, которые долгими годами моления тоже получают отспособку. Какой части мозга это физически может быть локализовано? И если контролировать этот процесс, то когда это надо начинать, вообще можно ли производить таких людей, у которых нет барьеров между прошлым и будущим? Это очень непростой вопрос на грани философского, да? Не смогу ответить на него. Хотя это вообще редко с вами включает, чтобы не получилось ответить на вопрос. Вот мне подтвердят мои коллеги. Ну, то есть, может быть, вы поможете. Где находятся зоны, отвечающие за экстрасенсорику? Во всяком случае, на курсе нормальной физиологии, не проходим такого. Может быть, на курсе патофизиологической физиологии. Но ведь они такие же люди, как мы, или они какие-то особые люди? Знаете, вот они до какого-то возраста обычные, а потом с ними что-то происходит, значит, в принципе, спецспособность заложена в нас как бы отразделием? экстраспособности, они, видите, как, вот, например, есть такая вещь, как гипноз, да? Это вообще тоже волшебная вещь, но она абсолютно физиологически объяснимая. Я думаю, что это событие примерно того же порядка. Спасибо. Последний вопрос, пожалуйста, да, Марина. Саня Иванович, пожалуйста, вы, когда вы медилируете алкоголизму? интоксикацию у постмодальных крыс, да, в принципе, есть такие, наверное, микрелинитные модели, да, потому что кроме того, что крысенок получает этанол в чистом виде, да, очень часто интоксикация обусловлена продуктами полураспада этанола, да, есть ли какие-то модели, это совершенно не усуждение вашей системы, а просто развивопытства, есть ли какие-то модели, которые можно опосредовать, и второй вопрос, короткий тоже, значит, применение этанола во время беременности, оно идет, кроме того, что, понятно, поведенческие, повторные с этим вещам, ведет против неправильных закладков тканей, но в этот момент исключительно пластична наша мерная система и спросит об этом кадре, вот, есть ли какие-то системы, возможно, вы их используете, для того, чтобы мы выделили эти функции, спасибо. Это очень хороший вопрос, я начну с конца, если можно, вот, то, о чем я не сказал сегодня, это то, что, на самом деле, вот эти критические периоды чувствительности к алкоголю, я описал один из них, это возраст P4, P5, P7 у крысят, он происходит, этот период является периодом так называемого brain sport, то есть, это период, когда происходит наиболее интенсивный рост нейронов и формирование синапсов. У человека, как я уже говорил, это примерно вторая половина беременности, я бы даже сказал, третий триместр беременности. При этом существует еще один критический период, который находится чуть раньше, тогда, когда происходит нейрогенез. Нейрогенез у нас происходит на возрастах примерно между Е10, если мы берем крыс, Е10, Е15, примерно вот так, то есть, это существенно раньше, у человека это будет где-то примерно между первым и вторым триместром беременности. Вот в этот момент нейроны делятся и начинается их дифференцировка. И вот если происходит экспозиция к алкоголю на этом более раннем сроке, то при этом происходит очень значительное поражение клеток, которые только-только поделились. И вот в этом случае происходят совершенно драматические вещи в виде изменений черепа. Это не только нейронная система касается. Череп меняется, приобретает свою специфическую форму, которую можно увидеть нашего пациента сразу. микроцефалы. То есть у них просто в два раза меньше нейронов. Понимаете? И вот то, что называется фитлоалковой синдром, это как раз описывается большей частью поражения, возникающие на этом раннем этапе. То, что происходит чуть позже, то, что я описываю в этой работе, это происходит чуть позже и скажем так, дозы, которые мы применяли, они все-таки эксессивные, 6 грамм на килограмм. Мы видим апоптозы с меньшими дозами, но он менее выражен. Но в данном случае тоже происходит гибель нейронов, но не такая массивная, как она происходит на более раннем периоде. И компенсации не наступает. То, что вы говорите, что происходит компенсация, если половина нейронов погибнет. Вот этого не происходит. То есть дети реально рождаются микроэнцефалами. И к сожалению, таких детей очень много на самом деле. Очень много. Вот. По поводу вашего первого вопроса, да, это здорово, отлично. Конечно, надо думать. На самом деле, проект только начало. мы его начали, хотели немножечко попробовать и, как это всегда бывает, начинаем увязать в этом проекте, потому что появляется очень много разных новых направлений, очень интересных. И вот одно из этих направлений. Все, спасибо большое. .